ДИСКЛЕЙМЕР 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 ДИСКЛЕМЕР 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 Привет! С вами инспектор гаджет! Голосок? Да тут я! Молодец! Слушай, голос, я сегодня в туалете у себя на календаре такую страшную вещь обнаружил. Мне только какая-то пошлятина в голову приходит. Кто обнаружил-то? Ты понимаешь, конец лета приближается, а я еще и в речке не купался, на велике не катался, с палаткой на природу не выезжал. Можешь сказать, что лета у меня не было? Да не переживай, еще есть время. Ой, ну не знаю. Надеюсь. Что по обзорам-то сегодня? Все отлично, как всегда. Телефон, монитор и даже для тебя кое-что. Для меня? Ух ты, интересненько. Ну-ка давай рассказывай, что там, ну? А? А? MSI WinTop AE1900. Вслед за нетбуками рынок завоевывают неттопы. Этакие настольные компьютеры на той же схемотехнике, но с большими удобными дисплеями. Собственно, выглядят они именно как мониторы. Вся начинка размещается на тыльной стороне дисплея. Уже из названия понятно, что неттоп базируется на платформе популярного нетбука MSI Win. Его широкоформатный дисплей с соотношением сторон 16 на 9 насчитывает 18,5 дюймов по диагонали. Работать же с AE1900 можно вообще без мышки. Элегантным движением пальцев или стилуса можно листать в галереи картинок и медиафайлов, менять масштаб веб-страниц и так далее. Начинка неттопа достаточно типична для устройств такого класса. Процессор Intel Atom 230, 1 гигабайт памяти на борту, можно добавить еще 1 гиг. Чипсет Intel 945GC со встроенной графикой. Про современные игры лучше забыть, но ведь и не по игрушкам, а дежка. Винчестер на 160 гигабайт, шумит не слишком сильно. Есть пишущий оптический привод. Веб-камера, карт-ридер, проводной и беспроводной сетевые интерфейсы – привычный такой набор. Видео акселератора Intel GMA 950 вполне хватает для рутинной работы. Если же запускать видео высокого разрешения, то есть риск выпадения кадров, появления задержек и артефактов. Все органы управления расположены на правом торце дисплея. Если смотреть на неттоп прямо, они вовсе не видны. Такая вот дизайнерская концепция. Периферия подключается через два порта USB. Есть вход для микрофона, выход для наушников и разъем для проводной сети. Корпус заключен в прозрачную рамку, которая стоит на прозрачных ножках, то есть словно парит в воздухе над столом. В целом, неплохой вариант для тех, кто только начинает знакомство с миром цифровых технологий. Слушай, Голос, ну что мне приготовил-то, а? Ну расскажи, ну меня же гложет, ну ты расскажи, ну, ну... Тебе скажи, ты же работать нормально не сможешь. Ну скажи! Неа! Голос! И не проси. Сказал А и Б говори! Ну как быстро! Быстро тебе сказал говори! Ну ты сюда! Ты сюда говори! Говори, я тебе сказал! Ну как, голос быстро! Гаджет сдурел, что ли? Ладно. Все, все. Спокойно. Я успокоился, понял? А ты говори, я тебе говорю! Ты сюда! Эй! Ты что, ты голову прячешь? Ты сюда, смолочь! Ты что, сейчас так дам, а? Блин! Нокия 5730 Express Music. На первый взгляд, Express Music – обыкновенный смартфон Нокия с более-менее крупным экраном, традиционным набором клавиш и дешевым пластиковым корпусом. Под корпусом же кроется QWERTY клавиатура, похожая на ту, что была в новых бизнес-коммуникаторах Нокия серии E. Между тем, цена устройства отнюдь не имиджевая – в районе 300 долларов. Принадлежность модели 5730 Express Music к музыкальной серии телефонов Нокия выдают три длинных узких кнопки на левой стороне аппарата. Заглушки под ними скрывают порт USB и слот для карт microSD. К слову, в комплекте с телефоном идет карта на 8 гигабайт. В собственной памяти в нем 128 мигов, из которых пользователю доступны лишь 96. Музыка же воспроизводится во встроенном плеере. На тыльной стороне телефона хищно зыркает глазок цифровой камеры. В данном случае это камера на 3,2 мегапикселя со светодиодной подсветкой и CC-объективом Carl Zeiss. Дисплей всего 2,4 дюйма по диагонали. Не слишком много для длительной напряженной работы в интернете. Зато картинка яркая и отчетливо видна даже под прямым солнечным светом. На экране помещается 8 строк текста при отображении стандартным шрифтом, не считая служебных строчек. Под крышкой аккумуляторного отсека сидит батарея с маркировкой BL4U и емкостью в 1000 мАч. Учитывая, что работает смартфон под операционной системой Symbian, чуть менее прожорливой, чем та же Windows Mobile, этого хватает на 4 с лишним часа разговоров и более чем на сутки воспроизведения музыки. Для непривередливой публики в самый раз. Следующий обзор твой. Видишь, дождался. Только сначала от тебя СТГ. Слушай, ну что за условия-то опять? Ладно, не очень хорошо было на этой неделе с тупыми гаджетами, но все же мне удалось раскопать один. Итак, СТГ для мазохистов. Массажер для компьютерщиков в виде тисков. Жесть! Поэтому получает 6 баллов. Точно. А теперь голос. Я хочу свой обзор! Сегодня мы будем тестить гаджеты для передвижения по асфальту летом. Приступим. Для того, чтобы понять, как на этом двигаться, мы возьмем самый простой агрегат. Познакомимся с принципом передвижения. Доска с четырьмя роликовыми колесами. И вот такой вот подвеской изгибаемой. Ставим переднюю ногу. Фиксируем. Ну, по возможности, конечно. И отталкиваемся. А потом нужно делать вот такие вот движения. Ягодицами. И ногами. Сейчас все поймете. Двигаем попой! Двигаем попой! Это не мое! Эти ролики двигаются вот в одной плоскости. И получается, что, когда вы изгибаете доску в одну сторону, ролики поворачиваются влево. В другую сторону – вправо. Вам главное – держать равновесие. Ничего сложного. Зато сколько фана. А самое главное – очень необычно. Move! Yo! S! Но пора уже приступить к тесту следующего снаряда. Вперед! Зиму! Жаба! Уж очень похоже он работает. При использовании этого устройства никакой специальной сноровки не нужно. Нужно просто иметь сильные бедра. Смотрите. О, кстати говоря, когда едешь в горку, становится прямо тяжеловато. Все, что вы видели до этого, забудьте. Это все так, легкотня. Сейчас будет реально, реально жесть. Как мне объяснили, здесь главное – оторвать в данном случае левую ногу. Ну, тот, кто гуфи, может сделать с правой ноги, конечно же. Не вот. Оттолкнуться правой ногой. И как-то поехать. Пробуем. Раз, два. Как-то еду. Коряво, конечно. Ну, как-то я еду. Здесь очень сложно, потому что приходится держать А равновесие, Б равновесие и С еще ехать. Куда-то. А, короче, этот девайс очень сложный. Главное, чтобы вот этот ролик, который, как вы видите, является выбирающей частью доски, был впереди. То есть вот так они должны быть расположены. Поднимаем. И отталкиваемся. И двигаем ногами. И двигаем ногами. Ну, вот такие вот гаджеты для урбанистических передвижений. Ну, в общем, вам, конечно, самим решать, стоит ли на таких штуках кататься или нет. Но выглядит очень эффектно. А главное, освоить не так уж и сложно. Ну, не сложнее, чем скейтборд или, не знаю, прокатиться на велосипеде. Конечно, трюки здесь не поделаешь, но они не для этого созданы. Короче, встречаемся в воскресенье на ВДНХ у ракеты. Только с этими штуками приходите. Друзья, мы увидимся на следующей неделе. И не забывайте активно отдыхать. До конца лета осталось еще чуть-чуть. И помните про ВДНХ. С вами был Инспектор Гаджет. И я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока. Пока-пока.